Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как сделать так, чтобы ваш Windows 10 был более производительным для игр. Я буду делать абсолютно всё на своём стареньком лаптопе, а именно куплен он был очень давно, и его настройки вы видите на экране. То есть это i5 третьего поколения и 8 гигов оперативной памяти. Ну что, мы начнём, прежде всего, настраивать саму систему, затем мы удалим всё ненужное с компьютера, используем некоторые программы, которые ограничивают Windows 10 по раздаче личной информации и так далее. И затем настроим сам интернет, чтобы он был более быстрым и, скажем так, с меньшим пингом будете играть на том же MMFCS. Ну что, погнали! Для начала заходим в мой компьютер и нажимаем «Дополнительные системные настройки». Здесь нам надо визуализацию настроить. Если у вас очень слабенький компьютер, я советую вам поставить максимальную производительность. В данном случае на данном лаптопе или ноутбуке, как его называете, я выберу то, что Windows сам мне указал. Далее мы переходим в следующий раздел. Здесь нам нужно будет изменить размер файла подкачки. Ставим «Custom». Ставим сюда 8192. Также внизу. Это 8 гигабайт. Мы назначим Windows. Будет у нас файл подкачки. Нажимаем «Ок». И потом, когда мы всё завершим, мы обязательно перезагрузим наш компьютер. Обязательно убедитесь в том, что у вас включен депп защита. Далее можно отсюда выйти. Заходим в раздел «Защита системы». Здесь мы наведём некоторые настройки. Защита у нас включена на 5%. Всем советую выставлять 5-10%. Далее мы создаём резервную копию. Если какие-то изменения будут производиться в нашем Windows, что мы сейчас и будем делать, то в любой момент мы можем вернуть всё в исходное положение. Я назову «Backup». Нужно будет немного подождать. И как закончится, мы продолжим дальше. Нажимаем «Close». Дальше. Идём в «Remote». Убираем отсюда галочку. Заходим в «Дополнительно». Убираем оттуда галочку. И убираем отсюда галочку. С этими настройками мы разобрались. Рестарт будем делать позже. Далее мы заходим в наши настройки. Открываем пуск. Заходим в настройки. И начинаем убирать абсолютно всё ненужное, что у нас стандартно включено. «Focus Assist», «Power Sleep», «Battery». Очень много всяких разделов. И большинство можно будет потом отключить. «Планшет» мы его отключим. Будем использовать только обычный десктоп-версия. Так, далее мы уберём отсюда галочку. «Multitasking» можно отключить. Если у вас включено, отключайте. Дальше идёт «Projecting». Мы этого не будем использовать. Дальше «Sharing». «Раздача». Это очень удобная фича, я её отключать не буду. Идём дальше. «Network и интернет». Здесь у нас в принципе всё стандартно, ничего изменять не надо. «Персонализация». Заходим сразу в «Цвета». Выбираем «Кастомная настройка». Ставим Windows по дефолту чёрный. И можно, например, все приложения сделать светлыми. То есть у меня все окна светлые. Если я изменю, они будут чёрные. Это уже на ваше усмотрение. Но обязательно первую строчку поставьте чёрную, чтобы панель задач была чёрная. Так, демки мы отключаем. Если у вас что-то стоит, всё должно быть стандартно. «Startup». Можете отключить некоторые функции. Я оставлю здесь всё как есть. Также «Taskbar». То есть панель задач у нас идёт стандартно всё. Можете посмотреть, если что отключить, как у меня. Далее. Идём в наше приложение. Здесь очень важно сразу удалить всё ненужное, что у нас стоит изначально после установки Windows 10. Я сразу же удалю «Paint». Он не нужен мне. Я буду использовать другие приложения по типу Photoshop. Дальше нам нужно будет удалить OneDrive. Затем удалять больше нечего. Если у вас есть ещё какие-то ненужные программы, то вы их тоже можете удалить. Переходим дальше. «Программы по дефолту». Так как у меня ничего не установлено, здесь останется всё как есть. В будущем здесь появится браузер. И обязательно я его поменяю на Chrome. Сейчас у меня Chrome нет. Переходим на карты. И здесь обязательно убедитесь, что у вас карта отключена. То есть автоматическое обновление и подсоединение, проводное обновление карты и так далее. Всё должно быть отключено. Также можете нажать кнопку «Delete», удалить все карты. Если такие имеются. Дальше мы идём в «Startup». Здесь можно отключить все программы, которые будут запускаться с Windows. То есть я отключу, конечно же, OneDrive сразу же. И, например, Steam. Или же можете оставить на ваш выбор. Но если вы хотите добиться лучшей производительности, то советую убрать как можно больше программы стартапа. То есть из запуска. В профиле мы ничего менять не будем. В нашем аккаунте. Также идём дальше. «Гейминг». Самая важная тема. Здесь обязательно нужно выключить Xbox. Примочку к вашему Windows. Также «Capture». То есть за впечатление игр обязательно надо отключить всякие записи и так далее. Чтобы эта функция вообще никак не работала. «Бордкастинг». Тоже обязательно отключаем. Всё, что можно отключить. «Гейммод». Оставьте включённым. Запомните. Вот эту функцию надо оставить включённой. Иначе у вас компьютер будет слишком много ресурсов давать только одной программе. С этой функцией он сможет её делить между игрой и другими приложениями. Так что вы сможете нормально играть и пользоваться, например, тем же OBS. Далее мы заходим в «Картану». Если такая имеется. Сейчас она у нас, по-моему, отключена. И я покажу вам, какое убить вообще, чтобы она больше вам никак не мешала. Также я отключу фильтр поисков в интернете. Так как у меня «Edge» стоит. И мне придётся, например, что-то искать очень важное. То я отключу вот эту функцию. «Фильтра». Она мне не нужна. «Майкрософт аккаунт». Отключаем абсолютно всё. Дальше «Поиск в Windows». Здесь всё идёт стандартно. Можно выставить индексы или же убрать их. Соответственно, заходим в настройки. Обязательно убедитесь, что у вас здесь нету никаких галочек. И нажимаем «Ок». Закрываем. Дальше мы идём в следующие настройки. «Privacy». И здесь, в принципе, отключать тоже особо нечего. Просто посмотрите мои настройки. У меня уже компьютер был предварительно чуть-чуть настроен. Поэтому обязательно убедитесь, что у вас всё так же. Здесь, скорее всего, будет включено, что вы сможете пользоваться микрофоном и давать какие-нибудь команды для компьютера. Он их будет выполнять. К примеру, если у вас включена «Картана» и выставлен русский язык, то вы сможете какие-то функции, например, словесные давать компьютеру. Он будет их выполнять. Также отключим «Инкинг», если он включен. «Диагностика». «Basic» обязательно выставить. Обычная. Дальше посмотрите. Внизу всё отключено должно быть. Также удалим всю дату, если такая имеется. «Activity History» — это мы тоже удалим. Это нам ничего не надо. Все галочки обязательно нужно убрать и можно почистить. «Ок». Нажимаем «Ок». Идём дальше. Далее мы идём в «Локации». И здесь обязательно нужно всё отключить. Если здесь включено, обязательно выключите. Дальше опускаем вниз. Отключаем все локации для приложений, если такие имеются. И можно также всё почистить. Дальше идём в «Камеру». Камера у нас будет использоваться. Обязательно убедитесь, что у вас в настройке она включена. Также вы её разрешаете некоторым программам. Я некоторые программы отключил, так я не вижу смысла разрешать. И идём дальше в «Настройки микрофона». Микрофон у нас также остаётся включенным. Также мы его разрешаем приложением разным. «Voice Activation». Вот про что я и говорил. То есть активация по голосу. Если ваш компьютер выключен, например, или он заблокирован, то вы можете активировать его по голосу. Или же давать ему какие-то команды. Это всё надо обязательно выключить. Дальше идём в «Напоминание» или же «Оповещение». Также вы можете это выключить. Или же, соответственно, можете оставить включенным. На данный момент ни одна программа не использует оповещение. Поэтому я эту функцию оставлю включенной. Дальше идём в «Windows Update». Обязательно проверьте на наличие обновлений. Если у вас пиратка, то, соответственно, поставьте на паузу и как можно дольше. Далее идём в «Оптимизация». Если у вас такая тема есть, то выставляем такие же значения, как у меня. «Windows Security». Это идёт стандартный встроенный антивирус, так скажем. Который уже с поколения седьмой винды стоит на всех компах. Я его оставил, пока я не ставил себе никакого антивируса. Дальше идём в «Бэкап». Вы можете создать резервную копию вашего «Windows». Если что случится, вы сможете всегда её отмотать. Я этого делать не буду. Дальше «Рекавери». Также, если что, вы можете все настройки сбросить на ноль. Через эту функцию «Активацию» мы пробежим. «Find My Device», то есть «Найти мой девайс» обязательно отключите, если такая тема имеется. И в принципе всё. С этими настройками мы разобрались. Дальше нам нужно пойти в «Пуск» и написать «Control Panel», то есть «Панель управления». И здесь нам нужно зайти в «Ease of Access», то есть «Лёгкий доступ» или как это называется на русском. Несусь. Плацаем сюда. И обязательно убираем все галочки, если такие имеются. Здесь также обязательно. Всё, что есть, обязательно выключайте. Это нам не нужно. Это помощник встроенный. Если вы инвалид, допустим, у вас со зрением проблема или вы без рук, то вы можете, грубо говоря, использовать свой компьютер, используя только голос, например. Вот это всё мы будем убирать. Мышку мы не будем ничего трогать в настройке мышки. Самое главное – отключить фокусировку. Если такое имеется, у вас все галочки убрали, нажали «Принять». И самое последнее, если у вас есть компьютер по типу планшета, обязательно, я думаю, стоит отключить эту функцию. Дальше мы начнём убирать некоторые сервисы. После того, как вы обновили свой компьютер, вам надо обязательно, в первую очередь, устранить Windows Module Installer. После того, как вы обновили свой Windows, обязательно отключите её. Эта функция, она довольно-таки, скажем так, она необязательна. То есть, если вы хотите, вы её можете оставить включённой, но я её выключу, так как она способствует обновлению всего, что у вас установлено на компьютере из железа. И также она непосредственно работает с обновлением Windows. Поэтому мы её сейчас отключим. Если вы захотите обновить свой Windows, обязательно включите этот модуль. Затем нажимаем «Ок», выключаем и всё, в принципе, на этом. Дальше мы перейдём к тому, что удалим всё самое ненужное, что встроено в Windows. Но для начала мы освободим нашу панель задач от всякой фигни, которая здесь есть. То есть, у нас есть здесь наши задачи, поиск. И у многих ещё может встретиться здесь картана, так как она у меня уже выключена. Соответственно, у меня её нет. Серч я убираю, мне поиск не нужен. Также я уберу Task Queue, то есть, наша задача. Теперь мы переходим к настройке и удалению всего ненужного, встроенного с Windows 10. Скачиваем Debloater. Его можно скачать в интернете без проблем. Заходим в любой поисковик и пишем «Debloater». И ищем именно ссылку на GitHub, обязательно. Заходим на неё. Здесь берём самые свежие файлы. Нажимаем зелёную кнопку и «Скачать zip». Распаковываем, например, на рабочий стол. У нас появляется такая папка. Мы заходим на неё два раза и выбираем «Windows 10 Debloater GUI». Дальше открываем этот файлик через наш блокнот. Копируем всё, что внутри. Перезаходим в пуск и пишем «PowerShell». Запускаем PowerShell с помощью администратора. Ждём, когда всё прогрузится. Должна появиться обязательно строка «C Windows System 32». Нажимаем Ctrl V и нажимаем Enter. По истечению времени, как программа загрузится. У нас должно появиться такое окошко. Дальше можно настроить список, каких программ он не будет удалять. А также можно удалить абсолютно всё ненужное. В списке у нас куча всего. Здесь есть все встроенные программы, календари, Xbox, всякие магазины и прочая фигня. Я это обязательно всё удалю, потому что мне это не надо. В общем, куча-куча-куча всего, что устанавливается вместе с Windows. Нам это не надо. Поэтому обязательно отмечаем галочками. Всё, чем вы не хотите пользоваться. Нажимаем Save Custom Whitelist. Закрываем и Remove Bloatware with Custom Blacklist. Нажимаем и процесс пошёл. Это займёт некоторое время. После того, как всё удалится, мы отключаем Cortana. Дальше мы отключаем HPD в TakeOver. Дальше мы удаляем OneDrive. Он нам не нужен. Как вы видите, в строчке видно, что сейчас удаляется OneDrive. Так что придётся чуть-чуть подождать. Далее мы отключаем всю телеметрию. И здесь есть функция «Отсоединить все значки в стартовом меню». Можем нажать. Она отсоединит абсолютно всё, что у нас в пуске есть. В некоторых случаях она не отсоединяет, так как разработчик старается очень сильно. И некоторые программы, он не успевает за всеми обновлениями. И некоторые программы могут остаться висеть с значками. То есть встроенный офис. Его можно удалить. Дальше пакет офиса ещё раз. Edge. Его тоже уберём отсюда. Сделаем наподобие Windows 7. Такое же у нас стартовое меню будет. Маленько, аккуратно. Также удаляем все регистрационные ключи из регистра. И подождём, когда всё закончится. Далее, если вы хотите, здесь можно включить Dark Mode. То же самое, что я вам показал. То есть система будет полностью чёрная. С чёрной строкой задач. Дальше, если вы хотите использовать какие-нибудь приложения по типу тех, что использовались на Windows XP, вы можете установить Net 3.5 версии. Далее, закрываем это окно. Закрываем наш PowerShell. И закрываем это окошко. С этим мы разобрались. Далее, советуем обязательно обновиться до самых новых драйверов вашей видеокарты. Я это уже сделал. Поэтому я этот инсталлер удалю, чтобы он не мешал. Дальше скачаем программу, называется Shutup 10. То есть затыкаем Windows 10, чтобы он не мешал нам. Windows 10 изначально очень такой, скажем так, уязвимый. И он пытается везде сунуть свой нос в ваши дела. То есть отметить вас на карте, ещё что-нибудь. Мы это всё уберём с помощью этой программы. Мы её скачиваем. Сохраняем куда вам удобно. Также, когда она у вас скачалась, мы её запускаем. Далее, мы выбираем Actions. Выбираем только рекомендованные. И я советую вам. Можете сделать резервную копию. Чего я делать не буду. И в принципе, всё. Теперь закрываем на крестик. Нажимаем Yes. И переустановим свой Windows через какое-то время. Вручную. Далее, мы будем настраивать наши настройки интернета. Нам нужно будет скачать TCP Optimizer. Заходим в любой поисковик. Пишем TCP Optimizer. Ищем сайт speedguide.net. Заходим на него. Находим такую программку. И скачиваем с официального сайта speedguide. Дальше, сохраняем куда вы хотите. Закрываем интернет. Заходим в TCP Optimizer. Нажимаем ОК. Нам эту программу обязательно нужно запускать от имени администратора. Далее, выбираем изменение всех параметров наших адаптеров. Интернет адаптеров для всех. И выбираем Custom. То есть, мы будем сами сейчас вручную настраивать наш интернет. Далее, нужно убедиться в том, какая у нас скорость. Заходим на speedtest.net. И нажимаем замерить скорость. Моя скорость в среднем около 25 Мбит в секунду. И максимальная получается 30. 35, 39. Закрываем интернет. Выставляем значение примерно. Ну, возьмем 35, 34. И начинаем настраивать наши все адаптеры интернета. Здесь должно быть нормально все выставлено. Disabled функция Windows Scaling. Дальше, выберем CTTP. Далее, включен. Здесь должно быть все включено. Enabled. Далее, выставляем 64 значения. Затем, отключаем ECN. Далее, отключаем CheckSem Offloading. Перегрузки и прочие фигни. Далее, у нас здесь тоже отключается. И переходим в Advanced Settings. Далее, выставляем в первом значении 10. Во втором также 10. Далее, ставим 4, 5, 6, 7. Затем, выбираем 2. Здесь обязательно Disabled. Здесь значение должно быть 2000. Здесь 300. Дальше, мы ставим 0. Здесь значение должно быть 1, Optimal. Далее, отключаем эту функцию. Чтобы не троллил интернет. Дальше, Responsibility. Это у нас выставим обратную связь, скажем так. Поставим на 0. Дальше, TCP выставляем Disabled. Дальше, TCP 2, но Delay. Выставляем также Enabled. На одну ручку. Затем, выставляем на Disabled. Далее, выберем Size 1. Эту функцию оставим по дефолту. И здесь пишем такую цифру, как 6, 5, 5, 3, 4. И ниже ставим 30. Затем, нажимаем Appy. Backup можете сделать. То есть, резервную копию тех настроек. Я этого делать не буду. Нажимаем ОК. Далее, программа запросит сделать рестарт. Чего мы делать сейчас не будем. Нажимаем Exit. Теперь мы настроим наш Counter-Strike. Для этого у меня есть папочка. Я ее также оставлю в описании. Здесь System Video Profile Inspector. Заходим в него. Изменим некоторые настройки нашей видеокарты. Здесь можно выбрать саму игру Counter-Strike. Или же можно глобально что-то изменить. Я выберу игру Counter-Strike. Global Offensive. И здесь Frame Rate Limiter. Выберем на 0,4. Обязательно. Delay Flip by Flip. Нажимаем Apply. Дальше выставим приоритет нашего Counter-Strike. Выставим максимальный приоритет. Нажимаем Yes. И в регистре у нас теперь внесено, что каждый раз, когда мы открываем CES, он у нас будет в максимальном приоритете. Дальше выставим настройки для самой Counter-Strike. Заходим в папку Steam. Нам нужно будет сейчас удалить все старые конфиги, которые имеются в самом Steam. Поэтому я захожу в Steam, где он у меня установлен. Дальше выбираю игру Counter-Strike. 730. Local. CFG. Отсюда мы удаляем абсолютно все. Дальше мы копируем эти настройки и вставляем их в папку. Если вы хотите, вы можете посмотреть, что здесь происходит. Я выберу блокнот и посмотрим. Настройки у нас такие. То есть все в принципе стандартно. CES уже, скажем так, настроен. Но есть некоторые нюансы, которые можно изменить. А именно, NetGraph Hate мы поставим на 1. Это ширина нашего NetGraph. И максимальный FPS я поставлю 60, так как комп у меня старый. И максимальный FPS в играх также поставлю 60. То есть вполне играбельно будет. Дальше мы закрываем этот CFG. И заходим в настройки в самом Steam. Теперь мы заходим в Steam. Обязательно здесь нужно зайти в настройки самой игры. Отключаем эту функцию, если она у вас есть. Force Off. Далее Force Off это всякий overlay. Steam overlay мы оставим. VR мы отключим. Set Launching Options. У меня стоит консол и NoVit. Больше ничего не надо. Дальше мы заходим в локальные файлы. Ищем нашу игру. Заходим на ярлычок или exe-file. Дальше заходим в Compability. Совместимость. Нажимаем сюда галочку. Отключение оптимизации в полном экране. Также можно поставить изменения DPI. Будем отталкиваться от приложения. Скажем так, на вашу сенсу это никак не повлияет. Так что не беспокойтесь. Нажимаем ОК. И в принципе все. CS мы настроили. Винду мы настроили. Теперь у нас должен быть более-менее оптимальный FPS в играх. Сейчас я еще зайду в настройки самой NVIDIA. Здесь нам нужно будет тоже некоторые темы сделать. Посмотреть, что у нас все работает корректно. Заходим в Manage 3D Settings. Или настройка 3D настройка графики. И давайте смотреть, что у нас здесь есть. Virtual Reality Pre-Render. Мы отключаем, если такое есть. Или же ставим это в приложение. Далее синхронизация. Также мы ее можем вообще убить. Она нам не нужна. Обязательно оптимизация процессов или ядер. Обязательно ставьте на автоматическое. Дальше фильтрацию мы оставляем. Фильтрация текстур ставим высокая производительность. Обязательно. Дальше разрешаем фильтрации. Также анизотропная фильтрация мы разрешаем. И шейдером разрешаем. Далее ставим Maximum Performance под значением питания. И в принципе на этом все. Также вы можете убрать сглаживание. А именно коррекция гамма. То есть это не столь важно. Нажимаем Apple. И на этом все. Теперь делаем рестарт нашему компьютеру. И возвращаемся обратно к игре. Мы перезагрузили компьютер. И как вы видите у меня теперь пропал интернет. Мы его обязательно обратно включим. И у меня появился значок Люди. Его надо тоже убрать, чтобы он не мешал. Он не нужен нам. Вот. Ну что ребят. Теперь нам нужно будет проверить настройки в самом Цейсе. Заходим в самом Цейсе. В самом Цейсе мы сейчас будем настраивать нашу графику. Также мы выставим примерные настройки для лучшего FPS. И протестируем наш FPS уже будучи без программы OBS. Ну что мы зашли в игру. Как вы видите FPS у меня в самом меню 30-60. Вар очень сильно скачет. Для начала мы настроим наши настройки графики. Обязательно убедитесь в том, что у вас стоит Fullscreen. Свет выставлен на максимум. Обязательно поставьте телевизор. Так вы будете лучше видеть. Все настройки у меня скинуты на минималку. И нажимаем подтвердить. Дальше заходим в 3D настройки. Обязательно выключаем 3D. Это нам не надо. И посмотрим, что у нас еще есть. Музыку вы можете отключить уже на свой вкус. Далее отключим подсветку в самом меню. То есть HUD, где ваши HP или стволы. Надо сделать его прозрачным. Далее нам нужно будет скачать карту FPS Benchmark и Config Generator. Начнем с Config Generator. Заходим. Нажимаем Go. Далее как карта у вас загрузилась. Сразу бегите к полке Recommended. Здесь можно в принципе использовать абсолютно все настройки, которые здесь есть. Мы их выставим. FPS Boost. Дальше переходим к настройкам нашего звука. Обязательно музыку можете выключить. Или по желанию Brightness выставить на максимум. Когда вы это сделали. Подходим к конфигурации. My Custom Config. Нажимаем допустим в первый слот. Мы сохраняем сейчас наш конфиг. Он сохранился. Далее выходим из самого CS. Заходим опять в папку с нашим CS. User Data. 730 папка CS. И как вы видите здесь очень много разных конфигов появилось. Удаляем все ненужное. И Custom Config мы сейчас скопируем. И вставим в наш обычный конфиг. Вот так просто это все делается. Теперь мы зайдем в AutoXA. Еще раз посмотрим. Убедимся в том, что у нас FPS стоит как обычно. Как надо. И все. Все в порядке. Зайдем в наш Windows. Открываем Dispatcher задач. Посмотрим, что у нас жрет систему. Как видите, у меня сейчас OBS запущен. Он очень много требует. Поэтому, скорее всего, если я его отключу, у меня будет CS работать как по маслу. Ну и в принципе все. Больше здесь делать нечего. Я сейчас отключу OBS. Чуть-чуть поиграю. Сделаю некоторые скрины на Deadmatch. Также по мере установок нам нужно скачать обязательно программу CC Cleaner. Мы просто ей почистим компьютер и также ее потом удалим. Я устанавливаю наш CC Cleaner. Я пока не буду отсюда Chrome устанавливать. Я уберу все, абсолютно все галочки, кроме рабочего стола. И нажму инсталлировать. Также убираем галочку. Нажимаем Start. И сразу приступаем к удалению. Я выберу отсюда очень много всяких нужных и ненужных тем, что мне не надо. Пароли вы в принципе можете сохранить. Но так как я этим браузером так и так пользоваться не буду, я удалю все пароли. Далее мы проходим вниз. Убираем DNS Cache. Windows Error Report. То есть все ошибки, которые были. Дальше Windows Event Log. То есть все ивенты, которые происходили. Дальше старую дату. Дальше мы уберем Try Notification Cache. Тоже не нужно. User Assistant History. Тоже не нужно. Location Cache. То есть все места, где вы отмечались, скажем так. Здесь мы оставим все как есть и нажмем Run Cleaner. Галочку поставим и Continue. То есть мы не будем никакого бэкапа, ничего делать. Мы просто возьмем все и удалим. Вот у меня освободилось 2 гигабайта. Далее идем в регистры. Также ищем на наличие каких-то проблем. Удалим все ненужное из регистра. Обычно это происходит таким образом, что вы удалили программу и соответственно регистр остался. Мы его удаляем. Дальше заходим в Tools. И здесь вы можете отдельно удалить разные программы, которые встроены в сам Windows. Попробуем удалить Microsoft Store. Он удалился без проблем. Paint 3D он мне не нужен. Snip Sketch мы тоже удалим. Без понятия, что это за программа. Дальше это всякие экстеншены к вашему браузеру, а именно к Edge. Вы их можете оставить, они в принципе мешать не будут. Дальше я удалю стики notes. Это бумажки на рабочих столах можно вытянуть. Они мне нафиг не нужны. Я использую блокнот. Дальше мы идем в Startup. Посмотрим, что у нас здесь. Запускается все как надо. Ничего лишнего. Какая-то установочка у нас тут есть. Update Service. Не знаю, что это. Я это отключу. Дальше у нас идет Touchpad. Дальше идет самая программа, которую мы сейчас удалим. Дальше запускаются у нас еще какие-то программы. Это у нас звук. Это у нас клинер. И это у нас встроенный в Windows какой-то процесс. Неважно, его мы оставим. Ничего убирать не будем. И в принципе, я думаю, на этом все. Далее мы выходим из CC Cleaner и удаляем его. Потому что он нам больше не нужен. И если вы вдруг его оставите на своем компьютере, у вас может быть такая проблема, что когда вы будете играть в матч пенкинг, вак античит будет вас выкидывать. По крайней мере, у меня такая проблема на моем стационарном компьютере. Очень часто возникает, когда у меня эта программа установлена. Поэтому я рекомендую ее просто удалить. Теперь мы отключим индексацию поиска файлов. Заходим в наш компьютер, нажимаем Properties или же Настройки и убираем отсюда галочку. Нажимаем Apple. Это займет куча времени, поэтому придется чуть-чуть подождать. И игнорируем все. Далее, индексация у нас закончилась. Также, если вы используете жесткий диск, я советую вам сделать дефрагментацию. Заходим далее в Tools. И здесь нажимаем Optimize. Так как у меня SSD, мне нет смысла делать дефрагментацию. Если у вас жесткий диск, а именно HDD, то обязательно сделайте дефрагментацию. Ходят мифы, что эта тема поможет вам как-то ускорить ваш жесткий диск. Также, ребят, не забывайте иногда прочищать ваши компьютеры. Как вы видите, у меня в радиаторе забилась пыль. Я давно не менял термопасту, она уже высохла. Поэтому иногда для профилактики стоит поменять термопасту и почистить сам кулер от всякой пыли. Также я добавляю пару капель смазывающего средства в свой кулер, чтобы он лучше работал и не шумел. Очищайте свой процессор и чип видеопамяти, например, спиртом. В высокопроцентном термопасту я использую Arctic Silver 5. На этом заканчивается наша настройка компьютера. И теперь перейдем к нашим тестам. Сперва взглянем то, что было до того, как я применил все настройки. И теперь посмотрим на картинку после всех настроек. К сожалению, я не смог сделать видео, так как OBS очень много памяти жрет. И CS просто нереально тормозил. Но я добился того, что у меня теперь стабильный FPS. Где-то 40-60 стабильно в игре. Что в принципе нормально. Так как до этого было максимально 30. Также если ваш FPS после всех настроек будет таким же, то просто удалите еще раз все конфиги с вашей папки. Я не рекомендую использовать чужие конфиги. Постарайтесь все настройки настроить чисто под себя. Ну что, на этом заканчивается наше видео. Поэтому я надеюсь, я помог хоть как-то вам улучшить ваш FPS в игре. Даже если у вас мощный ПК, вы все равно можете использовать эти настройки. Например, у меня мощный ПК. И я использую настройки для интернета. Также я настраиваю свой компьютер всегда, когда делаю переустановку Windows. Поэтому смело берите. Настраивайте. Проблем не должно быть. Если вдруг вы столкнетесь с какой-то проблемой, обязательно прокомментируйте. Я обязательно помогу вам, и мы решим вашу проблему. Также, ребят, не забывайте подписываться на мой канал на YouTube. Заходите обязательно в группу ВКонтакте. Там вы увидите расписанный вариант, как я настраиваю контру. Именно мой конфиг. Какие настройки я использую. И какие дополнительные программы я использую для игры в CS. Также очень скоро у меня будет розыгрыш крутого скина USP Cortex. Поэтому переходите по ссылке, выполняйте все пункты и следите за обновлениями. Может быть вы будете именно тем счастливчиком, который выиграет этот скин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!